И вот они противоковидные ограничения. В пятницу после обеда губернатор Сипягин собрал оперативный штаб, на котором стало ясно, в ближайшие две недели мы будем жить по-другому. Если коротко, людей начинают делить на привитых и непривитых. У последних могут возникнуть проблемы с посещением массовых мероприятий. Собираться можно только на огражденных территориях тем, кто сделал прививку или у кого отрицательный ПЦР-тест. В учреждениях культуры заполняемость залов должна быть не более 75%. А на физкультурных и спортивных мероприятиях зрительские места должны быть заполнены только наполовину. На выставке ждут организованные группы туристов, только если они прибыли на одном автобусе. Предприятия общественного питания должны заполняться только наполовину. Непривитым можно только есть. Для привитых по-прежнему дискотеки, конкурсы и караоке. Кстати, сам губернатор привился буквально накануне. Детям нельзя посещать фудкорты без родителей и опекунов. В рабочих коллективах 30% сотрудников должны уйти на удаленку. В первую очередь отправлять рекомендовано возрастных, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Несмотря на то, что заседание штаба по коронавирусу проходило в онлайн-режиме, видно, что губернатор волновался и говорил сбивчиво. Запрет на проведение всех массовых мероприятий, абсолютно всех массовых мероприятий на открытом воздухе. Запрет юридическим лицам и ИП, которые оказывают услуги в сфере общественного питания, проведение различных увеселительных мероприятий, дискотеки, танцевальные программы и так далее, конкурсы, караоке. Также потребовать 30% дистанцию у коллективов. В первую очередь это должно коснуться людей старшего возраста, кто должны попасть в эту категорию, 30% тех людей, которые страдают хроническими заболеваниями, беременными. Кроме этого запретить нахождение, а это мы вводили в тяжелые периоды детей до 16 лет, нахождение в торговых, в торгово-развлекательных центрах, в фудкордах, без сопровождения родителей или иных законных представителей. Ограничения пока вводятся на две недели с 21 июня по 4 июля. На оперативном штабе губернатор подчеркивал, важно не навредить бизнесу. Видимо, памятные ограничения связаны с первой волной. Но еще Сипягин сказал, что надо прививаться, потому что прививка от ковида спасет жизнь. Очень важно, как говорится, не пережать этими ограничениями бизнес. Сочетать такой поиск компромисса, чтобы жители не остались без работы, без средств к существованию. И, конечно же, еще одна важная установка, которую сегодня мы должны принять к действию, которую как задачу ставлю штабу. Предпринимаемые нами ограничительные меры должны одновременно мотивировать жителей Владимирской области к важнейшему процессу – к вакцинированию.